Тихий уголок Франции, регион Прованс, город Валерьяс гостеприимно встречает чемпионат Европы по Матабулу 2017 года. На звание чемпионов претендует национальная сборная, принимающая страны, а также Германия, Нидерланды, Беларуси, Украина и Россия. По экономическим причинам отказалась от участия сборной Литвы, но турнир и шестью командами обещают быть зрелищным. Как бы дружелюбно все не общались до начала игр, тем не менее борьба за золото начинается еще задолго до выхода на поле. Как обычно, хозяева чемпионата предложили командам такой график, который удобен только им. К примеру, сборные Украины и Беларуси в первый день в календаре игр не заявлены, но зато потом два дня подряд у этих команд будет по две встречи. Россиянам в первый же день организаторы поставили игры со сборными Голландии и Германии, причем идущие подряд, лишь с небольшим техническим перерывом. Я понимаю, что ничего нового организаторы изобрести не могли, как первый день сборной России сделать самые сложные условия. Наверняка я так и думал, так оно и будет, так оно и случилось. Поэтому, я говорю, ничего нового нет. Но, тем не менее, хорошо хоть с Голландией поставили, хотя, в принципе, мое кредо всегда любого соперника надо уважать. Но, тем не менее, естественно, по рейтингу сборной России, сборной Голландии на разных полюсах. Пока все баталии впереди, и сейчас на безлюдном стадионе проходит техкомиссия. Каждый из игроков обязан представить свой мотоцикл к осмотру. Все должно соответствовать заявленному ГОСТу, даже экипировка. С этим проблем обычно не бывает. На сегодняшний день все команды имеют приблизительно одинаковую технику, и игра в большей степени зависит от мастерства спортсменов. Но еще немаловажным фактором является поле, потому что у каждого клуба оно разное. В первые три дня чемпионата спортсменам предстояло играть на поле с гаревым покрытием. Именно на них и зарождался мотобол. Но видным такое покрытие было до 1976 года. Поэтому для нашей команды поле Валерьяса было непривычным. Необычное поле, практически гаревое поле. В России уже вообще нигде нет. Во Франции, по-моему, только одно осталось. В Германии тоже уже все поля или бетонные, или асфальтовые. Поэтому немножко необычно. Мы давно в гаревом поле не играли, уже очень давно. По-моему, лет 10 уже не играли. Снимаем, будем показывать. Показывать начнем со встречи сборных России и Нидерландов. Последнее наставление тренерского состава перед началом европейского турнира. В следующий день надо выдавать то, что мы умеем, то, что мы научились. И чтобы проникли все это ответственность, чтобы дальше жить и существовать, сегодня надо показать то, на что мы леем. Все эти годы работаем. А уже подробнее сейчас конкретно об игре, об составах, но и Василий сейчас войдет. Да, донесет. Да, Валерий Годжик. Мы все, и мы счастливы, и вы счастливы, что вместе все работаем. Приехали на чемпионат Европы. Поздравляю всех, кто попал в состав. Начало чемпионата. Я думаю, он пройдет в таком же, сегодня в таком же настроении, как мы провели сборы, все тренировки. Володя начнет, Ваня в защите, а Сергей Крушка в децентре начнут на 16 метров. Около недели спортсмены были без мотоциклов. Их, в отличие от команды, доставляли к месту чемпионата не воздушным путем, а автобусом. И вот первая разминка. Притирка к новому полю. В облаке пыли разметку можно с трудом разглядеть. Плохо различимый мячик. К тому же очень жарко. После холодного московского лета здесь непривычные 35 градусов тени. Как каждому спортсмену тяжело в такую жару играть. Ну, адаптируемся, терпим. Я думаю, все нормально будет. Это первая игра чемпионата. Будний день, время обеденное. Местных жителей пока на стадионе нет. Но обе сборные имеют свою группу поддержки. В стартовом составе сборной России вратарь Алексей Семенов, капитан Владимир Сосницкий, игроки Иван Крештопа, Роман Дицина и Сергей Крошка. Четыре периода по 15 минут. Игра началась. И сначала даже казалось, что силы соперников равны. Однако мастерство сборной России в разы выше и первый гол чемпионата Европы 2017 года мы увидели в исполнении капитана россиян Владимира Сосницкого. Под конец периода Спаса Дицины пробил поворотом Иван Крештопа. На перерыв ушли с преимуществом в два мяча. Первый матч, естественно, дорога, напряжение, стартовая лихорадка – это все в спорте присуще. И то, что первый период, я даже сидел, смотрел, и у меня был вывод, что сильный первый период и не отличался сборной Голландии от сборной России. Разыгрывались пока? Вот да. А потом второй период, третий, четвертый, и все стало на свои места. И, конечно, тот третий, который сохраняет сборная России на сегодняшний день в Матаболе, показал, что он остался на уровне. Действительно, следующие периоды стали более результативными. Третий мяч закатил Сергей Крошко. Затем опять был гол от капитана. Второй период завершил гол от Антона Гусева, который забит был непривычной для него левой ногой. И он стал пятым по счету. В середине матча снова посадили отдыхать, пометуя о предстоящей игре с немцами. И на поле вышла четверка Гусев, Мыц, Семин, Касьянов. В воротах Алексей Молодушка. На третьей минуте забил Никита Семин. Затем спас и Геннадий Мыц и пробил Антон Гусев. Также в третьем периоде был назначен пенальти в ворота Молодушки, который вылетел из вратарской зоны. Но голландский мотоболист запустил мяч мимо ворот. Зато вновь отметился голом Никита. И хоть французский комментатор упорно именовал нашего Семина Александром, это не помешало спортсмену вновь отличиться. Мы увидели в заключительном периоде голы в исполнении Никиты Семина, а также Антона Гусева и Геннадия Мыца. Счет встречи – 11 минут. «Немного тяжеловато было на таком поле первый раз поиграть. Так, в принципе, после первого периода, во втором периоде, когда с ребятами выехали, уже как бы приигрались более-менее, более-менее прикатались уже. А так было достаточно нетрудно сыграть, так как уже наиграны со всеми ребятами, оттренированы». Буквально несколько минут перерыва сборной России вновь предстояло выйти на поле. Но уже с соперником другого масштаба. «Давно не играли на «Гаре», но будем стараться. Первый день игры. Сейчас смотрим, к чему мы готовились. Комбинации проверяем свои. Все-таки финалист прошлого года. Команда сильная. Будем стараться, что от нас все зависит. «Сейчас будет вторая игра. Посмотрим, какой будет исход матча. Будем только побеждать». На победу надеются и болельщики немецкой сборной. Их команда уже несколько лет является финалистом европейского первенства. Пока гордое звание чемпионов у россиян, но сборная Германии готова яростно за него сражаться. Жара еще не спала. И россиянам, которые только что провели игру с голландцами, сложнее. Впрочем, и некоторые зрители не выдерживали. С диагнозом «солнечный удар» их уносили медики. Матч по расписанию назначен на 17-0-0. Но и его вовремя не начали. Судьи дали свисток к игре лишь в 17-20. И уже через пять минут после старта немцы повели в счете. Его помог сравнять Владимир Сосницкий, пробив точный пенальти ворота сборной Германии. Второй период начался с мяча Ивана Крештопе, который стал единственным в этой 15-ти минутке. Заканчивали период в меньшинстве – двое против четверых. Были удалены Иван Крештопе и Сергей Крошко. Но соперники численному преимуществу не воспользовались. В третьем же периоде со штрафного забил гол Владимир Сосницкий. И два – наш нападающий Иван Крештопе. Судьями, к сожалению, был засчитан только один из них. Во-первых, у нас получилось, что поле. Мы привыкали первую игру с голландцами к этому полю. Мы давно не играли на нем. И следующая игра с Германией – принципиальный соперник. Как всегда, пропустили первыми. Потом реабилитировали себя. Очень тяжело. Сил нет. Потому что две игры подряд при такой жаре – это очень тяжело. Еще поле очень сложное. Тяжелое поле для физически устаешь очень сильно. На поле ощущалось давление российской сборной. И преимущество в три мяча позволило тренерскому составу выпустить в заключительном периоде двух новобранцев – Анатолия Касьянова и Алексея Молодушку. После замены вратаря немцам удалось сократить счет. И российским болельщикам пришлось понервничать. Опять стали удалять игроков нашей сборной. Но все закончилось благополучно. 4-2. И россияне с первого дня чемпионата возглавили турнирную таблицу. Первая игра чуть-чуть тяжеленькая была. Из-за поля непривычно. Вообще по такому полю очень сложно играть. А во второй игре вроде разыграли. Все хорошо, все нормально. Мы доказали то, что мы не просто так сюда приехали. Мы докажем, когда будет финальный свисток после финала. Сейчас это только первый день. Приятно, что выиграли. Все ребята молодцы, все старались. Нам еще играть и играть весь турнир. Здесь еще французы очень сильные. Тем более дома играют. Да и белорусы тоже как бы не подарок. Конечно, сразу немцы лучше голландцев играют. Это однозначно. Но они тоже хорошо, очень хорошо играют. Немцы. Это... Я думаю, будем в финале с ними играть. До финала еще далеко. Сегодня только день открытия. Под звуки духового ансамбля все национальные сборные вышли на игровое поле города Валерьяз. Без перевода прослушали все обращения организаторов турнира и приветствия представителей Европейской Федерации Мотобола. Не было никаких красочных выступлений, и только ярким светом на табло горели цифры счета игры нашей команды с немцами. Они тоже не требовали никаких переводов и комментариев. Турнир официально признали открытым. Поэтому пришло время представить полный состав сборной России по мотоболу образца 2017 года. Лучшие из лучших представителей отечественного мотобола готовы отстаивать звание чемпионов. Европы. Сбылась моя мечта. Я всегда мечтал поучаствовать в данном чемпионате. В 2009 году я ездил к болельщикам на Украину в город Вишняки. И вот в 2017 сбылась моя мечта. Хочется оправдать доверие тренеров, партнеров по команде. Второй день турнира и матч с белорусской командой. С первой атаки на первой минуте матча забивает гол Иван Крештопа. Далее игра как будто замораживается. И лишь в конце периода мы видим еще один гол от Сергея Крошки. Второй период становится результативным для Владимира Сосницкого. Он забивает два мяча. Один из них сразу же после небольшого технического перерыва. Отремонтировался, вышел и забил. В третьем периоде на поле выпустили второй состав сборной. Засидевшиеся в запасе ребята взяли темп в два раза быстрее, чем основа. Но забить смог лишь Антон Гусев. Два периода просидели в запасе, посмотрели, как играют ребята. Загорелись, глаза загорелись, понеслись. Но потом постепенно сбавили темп и наладилась комбинационная игра. На горевом поле тяжелее бить, то есть нужно ловить мяч при ударе. Ну а так, в принципе, мотобол краше на горевом поле, чем на асфальте. В четвертом периоде вратарю сборной России Алексею Молодушки поставили пенальти, который он, кстати, сам и заработал, забрав мяч с поля, а не с вратарской зоной. Но сам виноват, сам и исправился. Одиннадцатиметровый отбит, и счет встречи 5-0. Две игры, грубо говоря, три игры и два пенальти. Ну уже переборол, наверное, тот страх, уже не страшно, когда бьют пенальти, кто бы не бил. Но я почему-то вот верил, ну как, был уверен, что он тогда ударит. Я пошел просто в ту сторону. Получилось. Думаю, что на второй день мы показали лучшую игру, чем в первую игру с голландцами. Прикатались к полю, акклиматизировались. Я думаю, с каждой игрой будем набирать только лучшие моменты мотоболы, лучший темп. Лучше покажем игру с каждой игрой. Сборная Украины начала турнир на два дня позже остальных команд. Если в первый день по календарю игр у них не было, то на второй им засчитали техническое поражение с Голландией. Так получилось из-за того, что полный состав команды добрался до Франции лишь на третий день чемпионата. Как раз к игре с российской сборной. Украинская сборная после известных событий потеряла клубы, которые дислоцировались на востоке страны. И сейчас состав сборной не самый сильный. Поэтому борьба не была особо упорной. По периодам счет менялся следующим образом. Первый период 3-0, после второго периода 5-0, затем 7-0 и итог встречи 9-0. Основа российской сборной на игру даже не переодевалась. Ну и вторая четвертка отлично показала себя. Забивали все, но больше все Геннадий Митц. У него три мяча и два голевых паса. Как ни крути, земляки, конечно. Поэтому они вчера хоть после игры обижались, но я старался, если честно, просто иголы не забивать, а что-нибудь такое интересное изобретать. Ну, вроде бы получилось. Неплохо, там и ребятам пасы давал, и сам неплохие иголы забил. Ну, сейчас ничего, как бы, игрового времени мало. Больше, как бы, опыт передаем молодому поколению. Ну, поэтому тогда, когда доверяют, как бы, хочется себя проявить. По два мяча забили Никита Семин и Антон Гусев. Причем один из них у него получилось забить головой. А также впервые в этом чемпионате отметился Анатолий Касьянов. Впечатления просто, эмоции переполняют просто, как бы. Ой, ну, как бы, ну, не получалось забить. Я не знаю, почему. Вроде бил, бил, то перекладина, то штанга, то вратарь отобьет. Ну, и как бы, вот только с Украиной удалось забить. А так, не могу объяснить, почему не получалось. После трех дней чемпионата весь турнир переехал на другой стадион, в соседний город Камаре. Кстати, поле здесь более привычное для мотоболистов, с асфальтовым покрытием. Главная команда, как бы, на правильном, на хорошем ходу. Все уже, ну, вот сейчас переехали, конечно, на асфальт, надо еще чуть-чуть. Я думаю, за разминку быстро все привыкнут, как бы, асфальт – это наше поле. Первые игры на гаре. Не все получалось, что хотелось. Не все голы залетали, потому что, как бы, ну, кто понимает, тот знает, что, ну, отличается гаря, асфальт неровностями всеми. Для сборной России осталась последняя игра круговых встреч. Но на этот раз с хозяевами чемпионата. Тревога есть всегда и волненно, но, как бы, ответственная игра, нужно побеждать. В этой игре побеждать нам было необязательно, так как команду, выходящую на первое место, уже ждала команда Германии, расположившаяся на четвертой позиции. А команду со второй позиции ожидала белорусская сборная, которая уже заняла третью ступень. Выход в полуфинал был обеспечен для всей четверки. Теперь оставался открытым вопрос «С кем?» Можно схитрить и отдать игру. Но примет ли такое решение тренерский состав, и будет ли достигаться выход в финал стратегическим путем, пока непонятно. Команда уже на поле, а зрители жаждут зрелища. Инициативу в игре сразу забрали хозяева поля, они и открыли счет. За штрафного пробил уроженец этих мест Грегори Гранжон. Забегая вперед, скажу, что он станет сегодня главным французским бомбардиром. К концу периода опять же он пробивает штрафной, и сборная Франции лидирует в два мяча. Голы такие, конечно, обидные. Залетели по большому счету, два мяча достал, и уже от рук попали в ворота. Но по работе, конечно, пришлось более чем. Ни разу они не забили с игры, они только четыре раза за штрафного. Да, да, правильно. У них было два гола с 16-метрового прямыми ударами, то есть один раз был рикошет, и два раза они разыграли с паса, забили. Да, вот так с игры у них ни разу не получилось. Совершенно не пошла сразу и у нас игра. Первый период провалили. То ли судьи по многому разбираться, но мы провалили. То, что мы хотели исполнить, показать, не получалось. Традиционно матчи с Францией судят арбитры из Германии и наоборот. Других вариантов не дано. И не раз мы наблюдали, как у соперников был на поле дополнительный игрок в виде судейских решений. Сегодняшний матч не стал исключением. Карточки показывали только нашим мотоболистам. Удаляли нас, как только мы касались игроков. Это, как бы, я считаю, несправедливые были удаления. Ну, мое мнение, что судьи немножко помогали французам, и все было против нас. Сборная России в роли догоняющего была недолго. В начале второго периода – быстрая атака россиян и четкое попадание Романа Дицины. А затем два раза подряд реализовал штрафные удары Сергей Крошко и вывел команду вперед. Всегда хочется помочь команде, стараешься для этого и играешь, чтобы помогать команде. Третий период россияне начали в меньшинстве. Но все равно смогли провести атаку и забить четвертый гол. Сделал это капитан команды Владимир Сосницкий. Следом пробил по воротам Антон Гусев. Во втором периоде исправились, поправили все ошибки. И пошла игра. Тяжело было выкарабкиваться, конечно, с 2-0. Но, слава богу, что это не финал был. Больше у российских мотоболистов голов в этой игре не было. А вот французы, не уставая, атаковали наши ворота. Поэтому отдельно надо отметить игру вратаря россиян Алексея Семенова. Если бы он не отбивал, то мы бы устали сгибать пальцы при подсчете французских голов. Да, били очень прилично, особенно в конце игры. Не давали им слишком близко подойти. Поэтому приходилось им наносить удары со средней дистанции. Устал или наоборот разыгрался? Скорее разыгрался. Потому что, опять же, на гаревых полях в Валерьясе падать было это мукой на самом деле. То есть это очень было больно. Здесь обалденное покрытие. Мягко, комфортно. Просто прыгал с таким удовольствием, приземляешься. Ну, просто кайф, честно. В заключении матча сборная Франции забила еще два мяча. И опять со штрафных. Итог встречи 5-4. У них было два гола с 16-метрового прямыми ударами. То есть один раз был рикошет. И два раза они разыграли с паса, забили. Да, вот так с игрой у них ни разу не получилось. Надо вот опасаться французских стандартов, значит. Надо взять это на заметку обязательно. Вернемся к разговору о выходе в полуфинал стратегическим путем. Национальная сборная России такой вариант отвергла и прошла все круговые встречи без поражений. Впереди нас ждал матч со сборной Германии. Больше всего удивили немцы. Вообще, ну, у нас такого мотобола как бы в России там нету. Как бы я первый раз видел, как играют немцы. И просто был, грубо говоря, в шоке, как они играют. Ну, очень понравилось. На сегодняшний день Россия и Германия – две самые сильные команды. Но в финал может попасть только одна сборная. Только победа. И ничего, ни шагу назад. Только вперед. Трудно сказать, как те же немцы будут играть на асфальте. То есть, на горе они как-то себя не очень хорошо показали. И завтра, значит, нам с ними получается полуфинал придется играть. В общем, завтра будем смотреть, что все немцы представляют на асфальте. Я уже про себя сейчас подумал, что хорошо, что не получались наши заготовки сегодня. Я думаю, не завтра у нас все получится. И все ребята все исполняют. То, что мы дома тренировали и заготавливали. И заготавливали это, между прочим, как раз под немцы. Как у вас настроение, корреспондент? Настроение волнительное. 31 июля – один из самых жарких дней не только в Провансе, но и на чемпионате. День полуфиналов. Наш назначен на 16.00. Солнце печет так, что асфальт плавится. Холодным остается только рассудок. Каждый из спортсменов понимает, что, несмотря на погодные аномалии, надо сражаться, и второго шанса дано не будет. Прогнозы какие будут? Всегда у нас одни прогнозы. Россия чемпион. Будем стараться. Немцы смогли открыть счет со штрафного удара прямым попаданием в ворота Алексея Семенова. Затем они снова пробили сильнейшим ударом. Алексей принял мяч, но сбил дыхание, и ему потребовалось время прийти в себя. Однако ворота он не оставил, поднялся и приступил к игре, которая никак не клеилась у россиян. Нервозность, вязкость и пока явный лидер – сборная Германии. У нас тренер перестроил тактику игры какую-то. Для меня она пока вообще непонятная. Первые два-три дня мы играли на Гарри. У нас игра и в класс была, и все играли ребята. Ровно все получалось. Казалось бы, должны были приехать сюда, на асфальт, где у нас все должно получаться намного лучше. Почему-то у нас перестроили тактику, и я не могу пока ее вообще понять. Я думаю, Ваня немножко сфантазировал. Просто они не могли, видимо, в сегодняшней игре, наоборот, восстановить старые связи, которые у них наиграны, которые им присущи. И, видимо, поэтому у него сложилось мнение, что установка не та была. Непонятно, что мешало спортсменам, и каким образом они этот барьер преодолели. Но некий перелом произошел. Владимир Сосницкий спас Ивана Крештопа, сравнивает счет. А во втором периоде выводит россиян в лидеры Сергей Крошко. Здесь такая Сергей Крошко, я понимаю, он в нашем коллективе человек, ну, я бы не сказал, что он новый. Но, по крайней мере, не всегда играет так, как играет металлур. Но, тем не менее, Серега сейчас один из лучших нападающих, я имею в виду чисто по индивидуальному мастерству. Наверное, видимо, самый высокий мастер в своем виде, в нашем виде спорта. В третьем периоде сбили Крештопу, и заработанный пенальти реализовал Владимир Сосницкий. Принимается решение посадить Сосницкого на скамейку запасных, так как у него уже есть две зеленые карты. И следующее может быть только желтое, а это пять минут удаления. Но удалили уже других игроков, мы в меньшинстве, и немцы сокращают разрыв. Три-два. Кстати, надо отметить, что удаления были двусторонними. В четвертом периоде Жарат чуть спала, а вот градус накала страстей на поле нет. В перерыве было принято решение рискнуть и вернуть капитана, и оно стало верным. Владимир Сосницкий забивает четвертый гол, а желтую карточку получил в итоге немецкий мотоболист. И россияне были до конца игры в большинстве. В этот момент забили голы Роман Дицина и Иван Крештопа. Однако в конце, расслабившись, заполучили гол и в свои ворота. В итоге счет встречи 6-3. Как вы знаете, что Германия одна команда не из простых. Чемпионы Европы забирала два раза у нас титул. И сегодня полуфинал, ответственная игра. Тем более судили французы. Судьи, в принципе, сегодня судили объективно. Много карточек давали нам с нашей стороны, много из Германии. Но, по моему мнению, что мы выполнили тренерскую установку, были на поле выдержанной. Ну, и, конечно, добились своего, что мы вышли в финал. Не видя игру и скажешь счет 6-3, говорят, господи, раскатали как мальчиков, как детей. А когда ты видишь эту игру, когда 4-2, 4-2, 5-2, 6-2 буквально за последние 5 минут. Поэтому, ну, ребята геройство проявили, конечно, молодцы, сыграли. Первые три периода, конечно, слабо, а четвертые молодцы. Собрали, видимо, волю в кулак, поняли, что отступать некуда, потому что в полуфинале осечки быть не может. Мы все время лидировали, весь зональный этап лидировали. Если бы сейчас проиграли, могли только за третье место бороться. Второй полуфинал со счетом 13-8 выиграла сборная Франции. Так что финал россиянам предстояло играть с хозяевами чемпионата. При полных трибунах, болеющих за своих. Не знаю, кому, мне лично, чем больше зрителей, тем лучше играть. Хотя их на самом деле не замечаешь, когда играешь. Ну, так вот, в игре, в промежутках там, да. Мне, чем больше зрителей, еще уже их тем интереснее и лучше играть. Поэтому, ну, я знаю ребятам тоже большинство. Плохо играть при пустых трибунах, а когда они полные, все равно за кого не болеют. Поэтому, пускай побольше идут, посмотрят, как мы их будем обыгрывать. У нас тоже есть болельщики, но на стадионе их заметно меньше, и они намного скромнее. Одна цветовая гамма флагов у наших стран. Но российское знамя заметно развивается над стадионом. А рядом с ними расположился и флаг родного Видного. В этот вечер подмосковный город замер в ожидании новостей из Франции. Болельщики собрались как перед компьютерами, где идет прямая трансляция, проводимая ставропольскими телевизионщиками, так и перед экранами телевизора, где в студии прямого эфира ждали новостей от любимой команды. Волнуются все, особенно родные мотоболистов. Мы держим кулаки, мы болеем всей душой и сердцем за наших ребят, желаем им победы, и пусть они докажут всей Европе, что Россия – самая сильная держава. И что нас очень трудно победить. Марина, спасибо вам за сына. События идут параллельно. В студии звучат слова поддержки спортсменам, а на стадионе уже включили гимны стран-участниц финала. «Музыка» 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 «Вы молодцы, вы лучи! Скажите, один за все, три за одного, и все!» «Ура! Ура! Ура!» Финал – это четыре периода, но уже по 20 минут. И первый из них начался с нашего гола. Забил его Владимир Сосницкий. Но на этом он не остановился. И забил еще второй мяч. Так что на перерыв россияне отправились с явным преимуществом. Здравствуйте, студии, телезрители. Приятные, конечно, новости, что 2-0, и мы ведем после первого периода. Немного волнительно, что эти два гола были в начале периода, а потом ничего не забил. Ну, хорошо, что никто и нам не забил. Это тоже радует. Сейчас команда ушла на перерыв. С ней работает тренерский состав. А я хотела бы вас еще познакомить с моим собеседником. Это Владимир Штюшкевич. Он сам многократный чемпион в пробу по мотополу. И тоже готов рассказать свои впечатления о первом периоде. Здравствуйте, дорогие зрители. Очень приятно слышать и видеть вас. В войне приятно, что мы находимся вдалеке. Есть возможность такая поболеть за нашу родную команду «Металлург», которая благодарна чемпион. 2-0 – это еще ни о чем не говорит. Борьба идет очень упорная на каждом метре поля. Поэтому давайте вместе будем болеть за нашу команду. Пожелаем ей удачи в первую очередь. Спасибо. Во втором периоде некрасиво повелись и о французские болельщики. Они плеснули пивом в глаза Ивана Крештопе, когда он проезжал возле трибун. К сожалению, французские фанаты имеют не самую лучшую репутацию в Европе, но, конечно, не все. Игра продолжилась, и как раз Иван забил следующий гол. В завершение периода в воротах соперника отметился Сергей Крошко. Он же забил и пятый мяч, а шестой записал на свой счет Антон Гусев. Мы тут собрали все болельщики в квартире Романа Дицына, в которой участвуют в составе сборной России. И всем подъездом болеем. Хочу пожелать Ашхамане, чтобы сегодня они выиграли с отрывом два мяча. Не слыша просьбы прославленного мотоболиста Сергея Ивановича Часовских, тем не менее спортсмены стали ее выполнять. В середине третьей двадцати минутки при сухом счете и отрыве от соперников шесть мячей заменяют вратаря. В воротах сборной России Алексей Семенова сменил другой Алексей. Не имея пока достаточного опыта, Алексей Молодушка пропустил аж четыре мяча. Ты и Ваня Крештопов умудрился не забить пенальти. Все эти факты потрепали нервы российским болельщикам. Свисток судьи на табло 6-4 и чемпионом 2017 года становится российская сборная. Вообще такое шоу великолепное. Вы знаете, это бывает, наверное, раз в год на чемпионате Европы. Море болельщиков, море эмоций. Просто здорово. Россия непобедима. Прошел как один день, как пять минут все. Вот наконец-таки все так спустилось. Сейчас тяжело сказать, но я очень доволен в этом году именно, что мы повысили качество нашей игры. Ребята выросли. Добавили молодежь, что немаловажно. Не останавливаемся на достигнутом. В этом и заключается мастерство сборной России. Чтобы всему противостоять и выиграть у всех и везде. Впечатление вообще прекрасное. Вообще обстановка здесь. Кураж. Ребята выиграли. Конечно, хотелось быть в их шкуре. То есть поймать вот это, когда побежали. Просто это впечатление непередаваемое. Всех ребят поздравляю. Ребята сделали очень хорошее дело такое. То есть на чужой земле. Все, у нас тут и судьи подушивали. Ну, обстановка такая была. Но все равно мы на голову на данный момент выше всех. Не помогло ничего. То есть мы чемпионы. Всем привет. Всех поздравляем. Всех, кто за нас болел. Мы чемпионы. Всех с победой. Мы чемпионы. Ура. Сборная России 23-й раз стала чемпионом Европы. Из них 18 раз чемпионом становился капитан россиян Владимир Сосницкий. Хорошая подготовка к чемпионату Европы. Я думаю, что сезон прошел не зря. Благодаря нашему тренерскому составу. Ну, конечно, и всем ребятам. Да, эмоции очень хорошие. Тем более мы сейчас не дома находимся во Франции. Не каждый год мы играем во Франции и выиграем чемпионаты Европы. Французы в последний раз играли в пенале в 2006 году. Но им только удалось занять второе место. Как и сейчас. Там им и место. Да, да. Россия чемпион. Нам более сложный соперник, как Франция. Я думаю, что Франция, потому что у них более плотная защита. И они хозяева. Они хозяева чемпионата. Родные стены всегда поддерживают. Я думаю, что французы посильнее в этом году. То есть они достойно занимают свое второе место? Я думаю, да. В этом году, да. В 2006 году они не занимали, не попадали в финальные игры. И в этом году у них тоже какой-то особенный юбилей. Попали в финальную часть соревнований. Заняли второе место. Для них это очень высокий результат. Не первый раз защищает цвета родного флага Геннадий Мыц. 14-кратный чемпион Европы. Каждый раз, как первый, такое не замыливается. Россия чемпион. Все супер. У нас самая лучшая команда. Самые лучшие тренера. Самые лучшие у нас в телевидении. Вообще. И вот отцы. Супер. И механик у нас самый лучший. Десятый раз. Думаю, десятое чемпионство. Это круглая дата. Я очень рад. Большое спасибо ребятам. Все играли дружно. Показали очень классный мотобол. Особенно финальную игру. Просто было супер. Не считал, честно. С 2006 года. Все считали, а ты один не считал. Не считал. Девятый. О, Леха говорит, девятый. Всех с победой. Спасибо, что вы болели за нас. За поддержку. Мы вас чувствовали. Кубок привезем. Видно. Будем все праздновать. Также вместе с Ваней в 2006 году вышел на европейскую поляну Алексей Семенов. Сегодня он стал чемпионом Европы в девятый раз. Также в этом году Алексей по неофициальному признанию профессионалов мотобола заслужил звание лучшего вратаря турнира. Своей игрой я доволен. Есть еще, конечно, к чему стремиться. Но пять минут могу себе поставить смело. Видно, привет передавай. Всем привет. Всем, кто болел, всем, кто переживал. Родные, друзья, знакомые. Люблю вас, обожаю. Мы чемпионы. Пять раз примерял золотые медали чемпионата представитель Ставропольского мотобола Сергей Крошко. Отлично вообще. Я стараюсь, горжусь, что я в основе. Делаю все возможное, чтобы стать чемпионом. У меня третий, но еще все впереди. Будем стараться уже попадать в основу и тоже занимать первые места в чемпионате Европы. Так что всем спасибо, кто болел. Всем родным привет. Россия чемпион. Ура. Второй раз почувствовать вкус победы удалось в этом году Роману Дицыни. Сейчас он легионер французского клуба «Сума». И его знание тактики французов во многом помогло команде. Я думаю, подошел к чемпионату Европы хорошо и показал, помог команде. Чем мог, тем помог. Всем привет, кто болел за нас. Видно во всей России. Всем привет большой. С особым вниманием следил за успехами своих товарищей по команде Анатолий Касьянов. Но теперь и он по праву носит звание чемпиона Европы. Я всегда равнялся. Мне всегда нравился Антон Гусев. Я всегда на него равнялся. И мне он очень нравится. Его манера игры очень нравится. И всегда на него равнялся. Первое чемпионство. Эмоции просто зашкаливают. Просто не могу передать свои впечатления. Как я сейчас рад просто. Я очень рад, что попал в эту команду. Меня взяли в сборную. Просто я безумно счастлив. Лида, привет! Мы самое сильное. Да вот сейчас проходит фотографирование. Я подошла к капитану нашей сборной, к Владимиру Сосинскому, который нес немалый вклад в победы сегодняшнего. Голос. Несколько слов телезрителям в клевом эстире телеканала СТП-ТВ. Всем привет, город СТП. Большое спасибо, что вы нас поддерживали. Мы с вами привезем куб от наш город. Мы любим вас. Мы чемпионы! Ура! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Мы чемпионы! Кто чемпионы? Да мы чемпионы! Да, они чемпионы. И мы ими гордимся. КОНЕЦ